Барселона требует развода. Мадрид, разумеется, против. Отвечает жестко дубинками, пулями и тысячами силовиков, которых испанские власти направили в мятежный регион. Сегодняшний референдум в Каталонии смело можно называть кровавым. По данным каталонского правительства, пострадали около 400 человек. В Мадриде сообщают о десятках раненых полицейских. Все подробности в материале Алексея Пшемыцкого. Все начиналось мирно. С самого утра десятки тысяч каталонцев пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать. Возле многих участков выстроились вот такие очереди, которые растянулись на сотни метров. Люди хлопают, выражая свое желание проголосовать. Многие стоят здесь еще с пяти утра. Однако сразу же после открытия в девять утра ко многим школам, где голосуют люди, подтянулись отряды национальной полиции Испании, которая направил сюда Мадрид. Против безоружных людей в ход пошли резиновые дубинки и пули. Правоохранители пытались прорваться внутрь участков для голосования, чтобы забрать урны. Ведь референдум официально признан незаконным. Жители города их не пускали. Многих били прямо по голове. Пострадавших бросали на асфальт. Наиболее серьезные стычки произошли возле университета Рамон-Лун в Барселоне. Здесь применили слезоточивый газ и резиновые пули. Многие люди в крови. У них разбиты головы. Некоторых забрали в больницы. Хуан был в первых рядах. Мы просто сидели у входа в избирательный участок с другими людьми. Я не один такой, посмотрите. Пострадавших сотни тысячи. Они били нас дубинками и стреляли. Это от резиновой пули. Правительство Испании, они просто хотят вернуть диктатуру. Я только хотел проголосовать. Они готовы лишить 10 миллионов человек. Их прав. Тех, кто забаррикадировался внутри избирательных участков, выталкивали силой. Некоторых просто бросали вниз по лестнице. В Жироне полиция разбила окна на одном из крупных участков. Ворвавшись внутрь, правоохранители в Булаклавах силой отбирали урны для голосования. После этого на многих участках люди начали сооружать баррикады. Техническая школа Барселоны, самый большой избирательный участок в городе. Зайти сюда полиции не удалось. Люди закрыли металлические ворота и соорудили вот такие баррикады. Из мешков с цементом и бетонным. Это остановило правоохранителей. По данным каталонских властей, от действий испанской полиции пострадали 350 человек. И эти цифры растут. Многие в больницах. Глава региона Карлос Пучдемонт осудил такую жестокость полиции. И призвал правительство страны к немедленной отставке. Неоправданная жестокость полиции, действовавшая по приказу испанских властей против мирных людей, защищавших свое право проголосовать. Это позор для Испании. Мы никогда не забудем этого. Сегодня Испания потеряла каталонцев. Мы победим. А вот официальный Мадрид обвинил в стычках руководства Каталонии. Первый заместитель главы испанского правительства Мария Сарая Саенс оправдала действия полицейских, заявив, что люди грубо нарушили закон. В правительстве заявили, что в результате столкновений пострадали также и 11 правоохранителей. Полиция действовала в рамках закона и правосудия. Правоохранители вели себя профессионально. Их целью были бюллетени и урны, а не люди. Полицейские пытались защитить свободу и права людей. Накануне тысячи противников независимости Каталонии вышли на улицы Мадрида. Люди скандировали, Испания едина, нет сепаратизму. Небольшая группа демонстрантов с испанскими флагами сегодня прошла и по центру Барселоны в сопровождении вооруженных полицейских. Каталония – это Испания. Я каталонка и я испанка. Я против независимости. Я за единую страну. Мы испанцы. Несмотря на действия испанской полиции и запрет проводить референдум со стороны Мадрида, в руководстве Каталонии заявили, 73% избирательных участков продолжили работу и люди смогли проголосовать. Не исключено, что участки будут работать сегодня до самой ночи, ведь возле них до сих пор огромные очереди. Из Барселоны Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер».